МОСКВА-МИНСК МОСКВА-МИНСК Задержанность за что? За хранение курительной смеси. Курительной смеси. Что хотели делать? Ничего подсобирать. Мы подарили это. Ну так, вечером. Кому-то. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное хранение и перевозка наркотических средств, совершенное в крупном размере. Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сообщения о задержаниях торговцев с пальцами поступают чуть ли не каждый день. В Смоленске зелье свободно можно купить на колхозной площади. И не только. Смоленске зелье свободно можно купить на колхозной площади. Любой желающий может сделать заказ через интернет. Сайты пестрят красочными пакетиками. Курильщики оставляют здесь свои отзывы о товаре. Бизнес идет полным ходом. Это пипец, по-другому не скажешь. Я в другой реальности постоянно. Ребята, которые со мной курили, так убило, говорят, боялись с ума сойти. Ифект порадовал. Хватает двух напасов. Ред как надо. Я и дальше буду заказывать. Очень приятно. В этом месяце будет еще четыре новинки порошков и миксов. Надеемся, вам понравится. Вообще спайсы очень опасный наркотик. Невероятно опасный. Спайсы – это синтетический каннабиноид, который напыляется на аптечную траву в основном. Это бывают там лепийские ромашки или нечто еще другое. Но название спайсы – это бренд. Можно по-разному называть все синтетик. Это и соли для ванны и прочее, прочее. Опасность этой синтетики заключается в том, что механизм вывода молодого человека, а это, в общем-то, молодежный наркотик, невероятно труден. То есть тут даже наркодиспансер не может помочь, потому что возникает тяжелое психическое расстройство. И только психбольница, психотерапевтическая клиника может помочь. И еще опасность этого наркотика в том, что тут невозможно угадать с дозой. То есть если, например, героиновые наркопотребители, они употребляют наркотик, они знают свою дозу, хотя там тоже бывают летальные исходы от передозировки, то здесь угадать дозу невероятно сложно, и бывает очень много передозировок с летальным исходом. Редактор субтитров А.Семкин